Юрий Селиванов. Пределы возможного для Пентагона. Статья за 2 января 2020 года. Российско-китайско-иранские военно-морские учения четко обозначили красные линии для американской стратегии на ближневосточном направлении. Около полугода назад автор этих строк в статье «Эффект домино» в конфуцианском стиле написал о том, какую геополитическую роль могут сыграть российско-китайско-иранские военно-морские учения на подступах к Персидскому заливу, когда и если они состоятся. Если эти учения станут первым шагом к постоянному присутствию ВМФ РФ в указанном регионе, и это присутствие будет иметь место одновременно с развертыванием здесь ВМС Ноак, то по сути это будет означать, что Россия и Китай проводят совместную военно-морскую операцию по поддержанию меры в акваториях, примыкающих к Персидскому заливу. В подобных условиях агрессивные приготовления Запада в отношении Ирана имеют весьма высокие шансы зайти в полный тупик. В этом случае может произойти нечто беспрецедентное и неслыханное в современной мировой политике, а именно, в результате совместной операции вооруженных сил РФ и КНР будет сорвана подготовка агрессии Запада против одной из ключевых стран мира, и военные усилия англо-саксонской коалиции будут полностью нейтрализованы, причем даже без прямого применения силы, только за счет создания максимально дискомфортных условий для нанесения Западом военных ударов по Ирану. На тот момент это была чистой воды гипотетика. Тогда, в августе 2019 года, вопрос о проведении данных учений был отнюдь не решен. Существовало только официальное приглашение командующего ВМС Ирана контр-адмирала Хосейна Ханзади российской стороне направить свои корабли на такие учения. Что касается Китая, то он и вовсе не планировал присоединиться к морской коалиции США в Персидском заливе по обеспечению безопасности судоходства, чтобы сопровождать китайские коммерческие суда. Об этом тогда заявил посол КНР в ОАЭ Нидзянь. Однако, время расставило все на свои места. И вместо заведомо мифической китайско-американской морской коалиции в северной части Индийского океана и Оманском заливе прошли первые совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая. Произошло это именно потому, что такой формат сотрудничества РФКНР и РИ в куда большей степени отвечал реальным военно-политическим интересам этих трех стран в контексте их усилий по недопущению новой большой войны на Среднем Востоке, чем какие-либо иные варианты дальнейших действий. И мы в своем прогнозе эту логику учитывали в первую очередь. И хотя пока речь идет только о первых совместных военно-морских учениях в зоне потенциального военного конфликта, вполне очевидно, что это шаг в правильном направлении, продолжением которого может стать некий формат постоянного военно-морского присутствия РФ и КНР у берегов Ирана. Разумеется, речь не идет о противостоянии возможным действиям США в данной акватории военными средствами. Никто не станет, даже ради Ирана, начинать Третью мировую войну. Именно этим объясняется, в частности, весьма сдержанное представительство на этих учениях в МФРФ. Сторожевой корабль ПР-11540 Ярослав Мудрый и ВМС Ноак. Эсминец ПР-052Д Хинин. Хинин или Ксинин. Хотя это, конечно, никак не исключает скрытого присутствия на маневрах подводных сил обоих флотов, а также их возможного наращивания в случае необходимости. В этой связи обращает на себя внимание срочное усиление Черноморского флота РФ, наиболее близкого к зоне потенциального конфликта, еще одним ракетным крейсером проекта «Атлант» Маршал Устинов. Корабли этого типа не случайно называют убийцами авианосцев, поскольку их главным оружием являются самые мощные и дальнобойные в мире противокорабельные ракеты П-1000 «Вулкан». В случае выдвижения этих боевых единиц в район Персидского залива в сочетании с переброской туда средств ПВО и боевой авиации, включая дальнюю и морскую, ситуация в соотношении сил может перестать быть для ВМС США слишком благостной. Однако, это не более чем теоретические предположения. Реальная же миссия состоявшихся тройственных учений заключается, во-первых, в показе самой возможности их проведения, и во-вторых, в демонстрации готовности России и Китая в случае реальной необходимости взять на себя миссию обеспечения свободы судоходства в этих водах, независимо от позиции США. Неудивительно, что американцы, явно почуявшие, куда ветер дует, крайне ревностно отнеслись к факту проведения этих учений, ибо такая повышенная активность РФ и КНР никак не способствует беспрепятственной реализации их военных планах в отношении Ирана. Мы осведомлены о многосторонних учениях, которые проведут Россия, Китай и Иран. Мы будем наблюдать за этим и продолжим работать с нашими партнерами и союзниками над обеспечением свободы судоходства и свободного торгового потока на международных водных путях, заявил официальный представитель американского оборонного ведомства Шон Робертсон. Однако, кроме как в очередной раз поупражняться в «миролюбивой» демологогии и позлобствовать по поводу агрессивных поисков Москвы и Пекина у Вашингтона, на этот раз вряд ли что получится, ибо не та нынче Америка, и тем более далеко не прежние Россия и Китай, и даже очередные угрозы Трампа в адрес Ирана после столкновений у американского посольства в Иракском Багдаде прозвучали на этот раз, как-то особенно неубедительно и беспомощно, не исключено именно потому, что фоном для этих пустых угроз стали военные флоты России и Китая, четко обозначившие пределы возможного для США на данном стратегическом направлении. Юрий Селиванов Пределы возможного для Пентагона Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok